Евангелие от Матфея 6 глава 2 стиха, слова нашего Господа Иисуса Христа. Я понимаю, что в синодальном переводе, особенно тем, кто, может быть, не так хорошо знаком с Библией, читая вот такое место Писания, ну не всегда ясно, о чем же тут говорится. Это свет, который в тебе тьма, какова тьма. Я вам прочитаю из современного перевода, где эти стихи, ну более, может быть, для нас ясно, может быть, не так поэтично, но более ясно выражены. Вот смотрите, в современном переводе. Глаз – источник света для тела. И потому, если глаза твои здоровы, то и все тело полно света. Но, если глаза твои больны, то и все тело полно тьмы. И если тьма твой единственный источник света, то как же ужасна эта тьма. Более понятно, да? И я думаю, ну, большинство из вас знает, что глаза являются главным источником информации. То есть глаза – это основной источник восприятия. Я думаю, что невозможно точно определить, насколько он основной. Я видел разные цифры. Некоторые говорят, что чуть ли не 70% информации мы получаем через зрение. Другие говорят, что меньше. Но не так важно. Главное, что основной источник нашего восприятия – это глаза. То есть через глаза, через это средство мы в основном получаем информацию. И поэтому мы видим, что Иисус говорит не просто о зрении. Мы же понимаем, что в проповедях Христа все внешние примеры, притчи – это лишь как бы показатель, наглядный пример того, что происходит с нами в духовной жизни. Так вот, Иисус здесь говорит о нашем восприятии. Здесь дело не просто в глазах. О нашем восприятии. Если наше восприятие будет чистым, тогда всему телу, то есть всей нашей жизни будет хорошо, будет благословение. Если же наше восприятие будет затемнено, то и в жизни точно так же будут проблемы. Дальше, смотрите, Иисус поясняет это в разных примерах. Вот 26 стих, здесь же 6 главы Евангелия от Матфея. Вот смотрите, в продолжении Нагорной проповеди Иисус говорит, взгляните на птиц небесных. Видите, опять про наше зрение, про наше восприятие. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец, ваш небесный, питает их. Вы не гораздо ли лучше их? То есть, смотрите, имея правильное, чистое, вот говоря словами Нагорной проповеди, вот это чистое восприятие, чистое око, мы можем получить уроки, даже наблюдая за птицами. То есть, иногда Бог может говорить к тебе не через проповедника, не через пастора, через птиц. Не потому, что ты начал расшифровывать их чириканье, а потому, что ты просто смотришь, и чистое восприятие дает тебе урок. Дальше, 28 стих. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, продолжает Иисус, да, посмотрите. Не только животный мир, даже растительный мир может нас многому научить. И вот посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. То есть, смотрите, очень интересно. Мы порой теряем мир. У нас приходит беспокойство, вот о чем здесь Иисус много говорил, да, беспокойтесь, суетитесь. Или как здесь вот используется в синодальном переводе слово заботиться. Много, да, когда мы заботимся, переживаем там, мы становимся издерганными. И мы перестаем воспринимать то, что находится вокруг нас. Мы даже думаем, что Бог нас забыл. Бог к нам не говорит. Когда на самом деле Бог к нам говорит. На самом деле Бог нас не забыл. Проблема не в Боге. Проблема в нашем восприятии. Как я часто люблю использовать пример, да, вот с телевидением или с радио. Вот здесь точно так же есть радиоволны, телевизионные волны. Но мы не знаем, о чем они говорят, почему у нас нет приемника, который бы воспринимал эти волны. Поэтому здесь есть где-то первый канал, здесь есть разные там радио, радио России, эхо Москвы или еще что-то такое. Но мы это не воспринимаем. Если же мы поставим приемник и настроим восприятие на нужную волну, оп, появится картинка, оп, появится звук. Хотя на самом деле и звук, и картинка здесь были и до этого. Чего не было? Восприятия не было. Так вот здесь Иисус учит, что в действительности, если мы настроим восприятие, мы настроим свой контакт с Богом. Не нужно умолять, Бог, приди. Когда мы поем песню, о, приди, о, приди, то я думаю, вы отлично понимаете, это больше символы. Потому что когда мы поем приди, то возникает ощущение, что Он куда-то уходил, но Он никуда не уходил на самом деле. Когда мы говорим, Бог, приди, о, яви, о, излей, то есть что-то вот Бог должен сделать. Бог, Он делает все необходимое. Его и просить об этом не надо. Когда мы так поем, мы имеем в виду, нам нужно воспринять. И вот раз, настроился, и Бог пришел. На самом деле Он и тут был всегда. Когда тебя еще вообще не было в проекте, ты настроил восприятие. Понимаете, о чем я сейчас говорю? И вот Иисус учит нас, настраивайте правильно восприятие. Если ваше восприятие, ваше око будет чисто, то всему телу, то есть всей вашей жизни, во всей полноте будет хорошо. У английского поэта 18 века, знаменитого Уильяма Блейка, есть целая поэма, где вот такие строчки. Я вам прочитаю перевод. Если бы врата восприятия были открыты, людям открылась бы бесконечность. Но люди укрылись от мира и видят его лишь в узкие щели своих пещер. Я еще раз прочитаю. Это очень поэтично из-за красивыми, знаете, поэтическими метафорами. Можно не уловить смысл с первого раза, поэтому я еще раз. Однажды сказал Господь, дважды прочитал пастор. Если бы врата восприятия были открыты, людям открылась бы бесконечность. Но люди укрылись от мира и видят его лишь в узкие щели своих пещер. Я, когда недавно читал вот эту поэму Уильяма Блейка, вот не знаю, так бывает иногда, вот читаешь какую-то книгу или произведение, и вдруг на ум приходит то или иное местописание или рассказ из Библии. Приходит вот на ум. Не случайно мне нравится, как Александр Мень, священник, в свое время говорил, что для него любая книга, которую он читает, это комментарий к Библии. То есть любая книга так или иначе раскрывает суть священного писания. И вот я читал эту поэму и вспомнил об одной истории из Ветхого Завета. Давайте откроем вторую книгу, Царс, 19 главу. Это история из жизни Давида. Как-то так получается, что мы и в прошлое воскресенье и в это говорим о царе Давиде. Ну, это величайший персонаж Ветхого Завета. И Иисус назван сыном Давидовым, да? Поэтому очень много уроков в жизни царя Давида. И вот вторая царь, 19 глава. Я вам напоминаю, что в это время произошло сражение с филистимлянами и была победа. И вот смотрите. «И сказали Иааву». Вторая царь, 19 глава, первый стих. «И сказали Иааву, вот царь плачет и рыдает об Ависсаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне». Несмотря на победу, которую одержал народ Божий, сын царя Давида Ависсалом погиб. Я думаю, все помнят эту историю, как у него были длинные волосы, они там зацепились за дерево. В общем, Ависсалом был убит. И вот знаете, вот эта вот ситуация, когда общая радость, общее торжество сочетается с твоей личной трагедией или даже бедой. Вот нередко так бывает. Может быть, у тебя порой в жизни что-то вот происходит, печальное или даже трагическое. Ты приходишь сюда, и все такие улыбаются, слава Богу, а у тебя вообще не слава Богу. У тебя не слава Богу. И даже более того, на фоне общей победы твоя личная какая-то беда становится намного болезненней, что ли. Вот, например, там церковь молится, собирают финансы, и вот приобретают здание, и все, о, у нас свое здание. А ты подавал документы на ипотеку, и тебе отказали. И ты не можешь купить собственную квартиру. И вот ты приходишь в церковь, и слава Богу, здесь слышишь, Бог нам дал здание, и тебе вроде бы радостно, но ты при этом вспоминаешь, что вот это личное, вот что-то не получилось, и прям, скажем, тебе нерадостно. Потому что нам же всегда важно не просто что-то вот общее, общая радость, общая победа. Мы хотим себя в этом видеть. И порой вот это какие-то неудачи личные для нас намного более весомы, чем общие победы. Когда вот бывает особенно вот... Я общаюсь вот с нашим прославлением там, и часто очень благодарю, вот. И когда особенно у нас какие-то праздники, пасхальные концерты, там, рождественские, вот бывает такое собрание, вот, ну, бывает хорошее собрание, а бывают просто вот особенные собрания. Да, переживали? Когда вот особенно бывает собрание, такая благодать и милость, да, и потом приходишь там, а, положим, кто-нибудь на этом концерте, какой-нибудь музыкант, он как-то вот сыграл вот не так, как он хотел. И вот ты говоришь, ой, слава богу. А человек говорит, а вот я как-то вот сыграл не так, как хотел. И вот то, что вот он сыграл не так, как хотел, для него намного важнее вот всего того, что здесь было. Вот я вот так не так сыграл. Или спел вот не как хотел. Или вот что-то вот так вот. И потом вроде как бы все хорошо с одной стороны, а с другой стороны как-то вот и не хорошо совсем. Не хорошо совсем, и внутри плохо. И вот смотрите, вот такое состояние было в Израиле. И у Давида. Вроде бы победа, все радуются, но сын Давида погиб, траур. И вот третий стих. И входил тогда народ в город украдкою, как родутся люди стыдящиеся. Ну то есть, конечно, все эти танцы, радость тут же свернули. И вроде бы победа, а люди ходят украдкой, как стыдятся словно. А царь закрыл лицо свое громко и взывал, сын мой, Авесолом, сын мой, сын мой. И пришел Иав, это его военачальник, к царю в дом и сказал, «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авесолом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих. Ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь и сел у ворот. А всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. Здесь говорится об израильтян, которые поддерживали Авесолома. В современном переводе это очень четко отмечено, вот эта разница. Непонятно, какие израильтяне собрались, какие там разбежались. Те, кто поддерживал Авесолома, на какое-то время разбежались. И вот вы знаете, с одной стороны, Давид – великий человек по сердцу Божьему, на котором было помазание, победитель Голиафа. С другой стороны, мы видим, как в его жизнь постепенно приходили проблемы. Началось все с того, что он вместо того, чтобы быть на сражении, на войне, оказался дома, у себя. Там он увидел Версавию, жену Урии. Она ему понравилась, он ее соблазнил, он переспал с чужой женой. Один грех приводит к другому греху. И вот переспав с чужой женой, он как-то попытался это все скрыть, пригласил Урию, ее мужа, как бы вот что, чтобы типа не от него ребенок, а от мужа. Но муж, он сказал, нет, пока мои там братья сражаются, я не могу тут веселиться с женой, и не вошел к жене своей. И, в общем, Давид понял, что скрыть не удается, поэтому он косвенно подставил Урию в то место, где его наверняка бы убили. И Урий был убит, и таким образом Давид стал уже убийцей. Вот, и вот эти проблемы пошли. То есть, несмотря на благословение Божье, безусловно, Давид был помазанным царем, но у него в семейной жизни начались проблемы за проблемой. Мы знаем, что у него умер этот сын от Версави, да? Но на этом все не закончилось. Все только начиналось, вот это сложности. В семье Давида пошли как бы чередой, пошли чередой. Один из его сыновей, Амнон, изнасиловал его дочь, дочь Давида, от другой жены, Фомарь. Помните эту всю историю, да? Потом еще один его сын, Ависалом уже, убил Амнона. За что на какое-то время Давид отдалил от себя Ависалома. То есть, видите, там проблемы за проблемой были. И не случайно у людей, которые внешне кажутся очень успешны, бывают очень печальные семейные истории. Почему я абсолютно убежден, что для Бога важна не только как бы наша внешняя деятельность, там где-то для Бога важна наша жизнь, наша личная жизнь, наша семейная жизнь. И Бог желает нас благословить во всей полноте. Потому что каким бы ты ни был внешне успешным, если у тебя личная жизнь, если твой тыл не благословлен, то ты никогда не будешь счастливым человеком во всей полноте. Я не так давно читал одну книгу о известном ученом нашем, лингвисте, филологе, академике Дмитрие Сергеевиче Лихачёве. Думаю, многие знают, да? И вот я читал книгу, которую написала его внучка. И вот я маленькую цитату из книги внучки о дедушке вам прочитаю. Вот интересно, что она пишет такое. «Дедушка заслужил славу великого ученого, патриарха русской культуры, заступника за обездоленных и недружную семью, распад которой особенно обозначился в последние годы его жизни. Дорогой дедушка, если бы ты был менее скован условностями, мог бы откровенно рассказать о своих страхах и сомнениях, мог бы признать свою неправоту, может быть, тогда всё сложилось бы иначе». Вы знаете, вот я читал, когда вот эту книгу, просто горько было, величайший человек. Не просто великий своим умом, своим интеллектом, а в действительности нравственный человек. Но, вы знаете, бывает в нашей жизни, в личной сфере наступают проблемы, и мы вместо того, чтобы решать эти проблемы, начинаем дистанцироваться от проблем. Это касается не только семьи, любой сферы. Мы как бы дистанцируемся, потому что там боль, там сложности, а не хочется в этом находиться, не хочется быть в этой боли, не хочется заниматься этими сложностями. И мы думаем, ну как-нибудь само рассосётся. И мы отходим в сторону, а там не рассасывается, там ещё всё сильнее и ещё хуже. И поэтому можно быть величайшим учёным, известным на весь мир, и при этом быть совершенно несчастным человеком, несчастным в своих отношениях, в своём доме, в своей семье. И, к сожалению, царь Давид во многом был таким человеком, у которого были большие проблемы в личной жизни, в семье, а он словно начинал от этого всего отдаляться, не решать, а отдаляться, отстраняться. И вот если мы во второй книге царств откроем пятнадцатую главу, вот мы читали восемнадцатую, а сейчас немножко раньше, где говорится как раз про Авесолома, когда Авесолом был ещё жив. Смотрите, здесь рассказывается, и вставал Авесолом, после того, как ему разрешили вернуться, да, в город Давидов, вставал Авесолом рано утром, и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шёл к царю на суд, то Авесолом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авесолом, вот дело твоё доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесолом, «О, если бы меня поставили судьёю в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесолом в сердце израильтян. Я не случайно начал проповедь вот со строк Уильяма Блейка, «Если бы ворота восприятия были открыты, людям открылась бы бесконечность, но люди укрылись от мира и видят его лишь в узкие щели своих пещер». Вы знаете, когда в какой-то сфере нашей жизни возникают сложности и трудности, мы начинаем вместо того, чтобы идти туда, как я говорил, и решать эти проблемы, стремиться все сделать, дистанцироваться, удаляться. Ну кому хочется ковыряться в боли? Ну кому хочется? Я вот пару недель назад очень сильно упал с велосипеда, очень сильно упал, и так упал, что, в общем, все разодрал. Тут ничего не видно было, и я приходил, проповедовал, но все разодрано было. Вот спать не мог там на боку, там что-то, в общем, вот, и каждый вечер мне жена мазала специальными там мазями и все, и все. И ты знаешь, и вот, когда у тебя вот эти раны, с одной стороны, ты понимаешь, что нужно их обрабатывать регулярно, чтобы там заражения не было. Ну с другой стороны, когда вот раны так больно, когда к ним просто касаются, вот просто ваткой, с зеленкой или с другими там лекарствами, касаются, ой, ой, ты же весь третешься, думаешь, не надо, не надо, как не надо. И ты понимаешь, что надо, Федя, но не хочется, не хочется, чтобы касались твоих ран. Так ведь? И вот точно так же в нашей жизни мы понимаем, что там необходимо лекарство, там необходимо исцеление. Нам болезненно это прикосновение даже лекарствами, даже помощью. И поэтому, ой, лучше не надо, лучше вот не будем трогать, само как-нибудь. А в жизни часто само не как-нибудь, а еще хуже. Хуже и хуже начинается. И мы удаляемся от наших, говоря словами Уильяма Блейка, ворот восприятия. Уходим от ворот восприятия. А свято место пусто не бывает. Если ты не воспринимаешь, будут люди, которые будут воспринимать за тебя. И поэтому и говорится, что Авесолом, да, стал при дороге у ворот, еще раз второй стих читаю, пятнадцатой головы. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю, он его призывал, расспрашивал и прочее, прочее. Вот в ворот, в ветхом завете очень много говорится о том, что происходило у ворот. В притчах говорится, помните, муж ее известен у ворот. То есть у ворот решались многие дела, сделки происходили. у ворот часто договор заключали, договора разные заключали. Это все происходило у ворот. То есть как вот символ нашего восприятия. Когда человек уходит от сложностей, от проблем, там приходят другие люди, которые начинают за него воспринимать. И таким образом это уже не ты воспринимаешь, а кто-то за тебя воспринимает. Люди вот теряют эту ясность. Люди теряют это внутреннее зрение и перестают воспринимать. Перестают думать. Перестают рассуждать. Перестают смотреть. И говоря словами Нового Завета превращаются в слепцов. А если слепой ведет слепого, что? Яма обоим. Ничего не будет хорошего. И вот мы превращаемся в людей, которые дают другим людям воспринимать за себя. Вот пускай он воспринимает, пускай он воспринимает, пускай он воспринимает, пускай он этим. А ты где? А я не хочу. И ты вот уходишь. Там с детьми проблемы. О, школа пускай решает. на работе проблемы. Ой, не хочу об этом думать. И ты вот сидишь и проблемы остаются, но ты как страус голову в песок и как бы не видишь и как бы нет. Потому что ты не видишь. И мы не воспринимаем многие вещи. А когда мы не воспринимаем, как я говорю, за нас воспринимают и нам навязывается, что мешает нам восприятию. Я для себя выделил несколько вещей. Что мешает нам вот этому чистому восприятию? Боль или горе? Когда человек переживает большую боль, то есть в его душе рана, настоящая большая рана, и ты, как я говорил, дистанцируешься. боль делает тебя ограниченным человеком, не дает тебе смотреть, заниматься, воспринимать. Что еще нашему мешает восприятию? Разные стереотипы, разные стереотипы. Вы знаете, я когда учился в математической школе, вот прямо скажем, не был самым лучшим в нашем классе. Там были ребята намного умнее меня. Но что лично ученица по математике часто подчеркивала, она говорит, Судаков, ну вот у тебя такой интересный взгляд на все. У тебя нестандартное восприятие. На самом деле у меня не было никогда нестандартного восприятия. Я всегда стремился и это присуще не только мне, часто детям присуще. Вот чистое восприятие. Вот воспринимаешь как воспринимаешь. Не через кого-то, не через каких-то весоломов, а лично, непосредственно. И из этого возникают интересные решения, которые людям кажутся нестандартными. На самом деле вся нестандартность только в том, что ты стремишься воспринимать без стереотипов, без каких-то условностей. и дети, они имеют чистое восприятие. Смотрю на своего пятилетнего сына, который еще бегает в этом своем детском восприятии, воспринимая вещи, как оно есть. постепенно уже общество, система навязывает ему свои взгляды, свои вещи какие-то свои. И человек уже не может нормально все воспринимать, а только через кого-то воспринимает. И в его голове все больше клише разных. Вот надо так делать, вот надо так поступать, вот так все. А почему? Так все так делают, и я так делаю. Все так говорят, и я так говорю. Все так думают, и я так думаю. и мы попадаем под манипуляцию. Нами манипулируют, нашим мышлением манипулируют. Почему? Потому что садятся у ворот нашего восприятия. Тебя там нет. Ты там где-то спрятался в своем внутреннем дворце. И нет тебя там. Другие приходят и начинают уже за тебя все воспринимать. Уже начинают тебе диктовать, как там тебе поступать или еще что-то. Хотя я думаю, у нас было бы намного меньше проблем, если бы мы учились в той же школе не стереотипами голову забивать, а учиться воспринимать. Потому что поймите, сегодня в нашем обществе, особенно в наше время, да нет такой нужды, чтобы впичкать в детей разную информацию. Потому что они могут открывать интернет и через поисковые системы находить всевозможную информацию на разных языках мира. Главное, я считаю, задача школы это учить воспринимать, учить осмыслять, учить искать информацию, а не забивать клише и стереотипами. Ну, мы забиты стереотипами, мы забиты клише. У нас куча разных программ в голове забитых, и мы приходим с этими клише и стереотипами, и у нас нет чувства восприятия, потому что за нас воспринимает все весолом. Он за нас все решает. Я специально попросил ворота, да, можно? Принесите, братья. Ну, ворота у нас не нашлось, просто с арки, которую обычно украшено на бракосочетаниях, мы убрали цветы и вот некий такой схематический ворота, да, поставь, братья. Вот, ворота нашего восприятия, да, вот. И когда мы находимся у этих ворот, лично воспринимаем, осмысляем, да, это одно, когда, как я говорил, из-за боли, из-за горя, из-за стереотипов, из-за влияния системы, мы уходим в сторону, там другие люди, там, которые нам начинают навязывать какие-то определенные вещи. Мы учимся сами осмыслять, мы учимся использовать тот разум, который дам нам Господом. У нас все только через посредников, везде через посредников, не только с Богом через посредников люди общаются, со всем через посредников общаются. я на прошлой неделе ходил лечить зубы в стоматологию, и там врач был занят, и я общался с медсестрой, там, пока делали, она делала снимок зубов, и мы с ней немного разговаривали, и как-то зашла речь о работе, она стала говорить вот о работе, там, обо всем, обо всем, и сидели, я говорю, а что работа? Мы рабы тут. Она на меня посмотрела и говорит, Виктор Александрович, как понять, мы рабы, рабство уже прошло? Я говорю, послушай, вот тебе пример, говорю, в жизни. Вот раньше в рабовладическое время один работорговец продавал раба другому, и вот раб принадлежал не себе, а своему рабовладельцу, и он должен был что-то делать, трудиться, и за это его кормили, ну, чтобы не умер, поили по той же причине, как-то одевали, давали ему ночлег, и он жил. У него, в принципе, ну, что, жизнь была, еда была, худо-бедно там, крыша была, все, жил, вот так вот. Раб. А потом, говорю, сделали хитрее. Нет сегодня рабовладельческого строя, но я говорю, сегодня, вот тебя же никто не заставляет ходить на работу. Мы ходим на работу, и нам платят столько на работах, чтобы нам на месяц хватило поесть, попить, оплатить за крышу над головой какие-то денежки, ну, и там, скопив немного, там, в раз в год в отпуск поехать, ну, или купить себе новый холодильник, чтобы поесть получше. И говорю, вроде бы, сейчас тебя никто не заставляет, но у тебя еды ровно на то, чтобы как-то прожить месяц. И вроде тебя никто не заставляет, но то же самое, как и раб. Ешь, пьешь, крыша над головой, наших маленьких хрущевок, да, или каких-то квартирок всевозможных, вот как-то так вот живем. Я говорю, поэтому говорю, вроде бы рабовладельчества нет, ну, а чем ты от раба отличаешься? Ну, только тем, что там тебя можно было продать, а тут ты как бы сама выбираешь, но условия те же. Она на меня так посмотрела, медсестра, и говорит, Виктор Александрович, вы мне глаза открыли. я, говорит, никогда такого за всю жизнь не слышала. Потом моя жена ходила в эту же стоматологию лечиться, она говорит, это медсестра, только говорит, Виктор, говорит, Александрович, он со мной поговорил несколько минут, я же, говорит, у меня вся жизнь изменилась, говорит, я, все время думаю, о чем он говорит. что я тут, теорему фирма доказал, что ли? Сказал гениальные вещи? Нет, нет, я просто говорил, давайте просто вот так вот воспримем нашу жизнь без стереотипов. Свободный ты, в кавычках, человек, кем ты свободен? Тут все тебе в жизни определено. И когда приходит чистое восприятие, ты вдруг начинаешь видеть то, чего ты раньше не видел, замечать то, чего ты раньше не замечал, вот это приходит восприятие, когда ты вдруг понимаешь, что, ну, тебе, а не кому-то, не кому-то другому это нужно. Я помню, когда впервые я в 1989 году оказался в собрании евангельских христиан. Это была такая подпольная пятидесятническая церковь, которая еще прошла советское давление, гонение, прочее, прочее. Я вот помню, это был как раз сентябрь, первое воскресенье сентября 1989 года. Я познакомился с евангельскими верующими. В следующем году будет 30, или сколько уже лет? 30 лет? Как я родился свыше. И вот, я помню, когда впервые шел на собрание пятидесятнической церкви, а у меня была куча, куча, вот этих стереотипов. Нам же в школе вдалбливали, там, есть опасные сектанты, которые вербуют людей. И вот эти фильмы пропагандистские, помните, советского времени, тучи над Борском, помните, да, эти фильмы? Страшные фильмы, и все, и все. Я помню, когда собрался, на это собрание, мои знакомые говорили, ты что, с ума сошел? Чего ты идешь сам в лапы с сектантом-то? Но, я всегда думал, а интересно, вот самому вот воспринять, ну ладно, там кто-то считает, а вот самому воспринять, вот увидеть это, я помню, я пришел, я принял для себя решение, я отброшу все эти стереотипы, кто там что-то говорил, я вот хочу лично посмотреть, лично посмотреть, лично посмотреть, и лично для себя сделать выводы, и поэтому принять личное решение. И я постоянно почему об этом говорю вам, верующим, потому что нередко, знаете, пасторы, они больше всего людей на себя замыкают, чтобы он был тем, кто для них вот этот авесолом через меня воспринимаете, я буду у ваших ворот находиться, и все вам все расскажу. И они находят себе вот этих идолов, разные известные проповедники, они быстро меняются, один идол уходит, новый идол приходит и говорит, нет, тот был неправ, я теперь прав, хотя настоящий пастор, вот все чтение Евангелия, оно убеждает меня в этом, он должен не выстраивать себя как ключ для людей, все, что я стремлюсь сделать, прежде всего учить вас этому личному восприятию, я нередко говорю, мои проповеди тоже проверяйте, если они не соответствуют вашему изучению Библии, или вашему личному духовному опыту, не берите в голову, даже если это говорит ваш пастор, потому что я, великое откровение, тоже человек, а все люди могут ошибаться, и апостолы могут ошибаться, скажу по секрету, даже апостол Петр ошибался, и мне кажется, даже Павел, но не уверен, но в некоторых посланиях меня кое-что настораживает, но это его проблема, и вот поэтому, когда ты знаешь, когда ты говоришь, давайте пойдем к личному восприятию, пойдем к воротам, у каждого из вас это личное восприятие есть, каждому Бог дал голову, каждому дал Бог мозг, его не видно, но он должен быть, а некоторые думают, смысл и как? нас всю жизнь учили вот в этой системе, будь рабом системы, вот, вот, и потом говорит, Виктор, какие ты оригинальные мысли говоришь, вот ты умный, да вы поймите, я не умнее вас, я не умнее вас, вот, тот секрет, который как-то вот Бог давал мне, имей личное восприятие, находись у своих ворот, понимаете, стереотипы, да, они уводят тебя, система со своими стандартами, да, уводят, боль уводит тебя от этого, порой возраст уводит точно так же, я нередко наблюдаю, когда люди с годами все больше и больше закрываются, и их начинает интересовать все меньше и меньше, словно вот эти вот ворота восприятия закрываются у человека, и он начинает жить прошлым, как только ты начинаешь жить прошлым, ты умер, пускай даже физически ты еще какое-то время существуешь, нельзя жить прошлым, там нет жизни вообще, жизнь только здесь и сейчас, а люди живут этими прошлыми вещами, закрыты, вот там вот, когда-то, что-то, там было, происходило, и с годами, к сожалению, все меньше и меньше, 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 Я как-то помню, на одной конференции в Америке проповедовал, и так получилось, что в той же самой гостинице была группа Новый Иерусалим, у них там тоже были выступления, и мы встретились на завтраке, и мы сели вместе, завтракали, общались, и потом кто-то из этой группы говорит, Виктор говорит, я в первый раз вижу пастора, который в теме, в молодежная культура, там рэп, батлы и прочее, прочее, говорит, что с тобой не так? Обычно, говорит, с пасторами невозможно общаться, я говорю, да я не пастор, я епископ, они говорят, ну с епископами тем более, с ними вообще, трабу, вот, в чем дело? Просто я не закрываю ворота восприятия. Мне нравится та молодежная мода, та музыка, которая была в 80-е годы, когда я учился в старших классах, но я не живу тем временем, надо жить настоящими вещами. Сколько бы тебе не было лет, если Бог дал тебе там, тебе сегодня 60 или 70 или 80 лет, то это чтобы, не для того, чтобы ты жил вещами полвека назад, живи здесь и сейчас, если бы для тебя было достаточно того, ты бы уже давно ушел в вечность. Но у Бога есть планы для тебя, имей восприятие настоящего, восприятие настоящего. Воспринимай это. Библия много раз еще говорит о том, чтобы бодрствовать, потому что важно быть внимательными, вот иметь внимание, воспринимать это все. Воспринимать. Уметь наблюдать, уметь смотреть. И чем более чисто, непосредственно ты будешь это воспринимать, тем больше ты сможешь познать и пережить в своей жизни. Один из людей, на которого оказало огромное влияние. Стихотворение, это поэма Уильяма Блейка, это был в свое время легендарный музыкант Джим Моррисон. Он даже поэтому и назвал свою группу The Doors, Двери. Потому что весь акцент был на восприятии. И вы знаете, меня всегда притягивали вот эти бунтари 60-х годов. Притягивали. Вот эти хиппи, люди, потому что эти люди, которые говорили, мы не хотим жить в стереотипах системы. Мы хотим вот... Но есть еще одна вещь, понимаете? Одно дело отказаться от стереотипов, одно дело отказаться от чужого восприятия, другое дело начать самому воспринимать. Потому что можно уйти от стереотипов, уйти от общепринятых стандартов, но это не означает, что ты сам будешь воспринимать. И для меня лично Джим Моррисон яркий этому пример. И те, кто знает его жизнь, вы видите, как этот человек, который кумир второй половине шестидесятых стал весить 150 килограммов и стал пить и так вот полупьяным и умер где-то в парижской ванне. Лежал. Одно дело уйти от стереотипов, другое дело самому начать. Часто люди уходят от стереотипов, но не включают это личное восприятие, не включают личное познание, умение видеть. Если око твое будет чисто, все тело будет чисто и всегда, как бы тебе не казалось безболезненным уйти от этого личного восприятия, если ты это сделаешь, придут проблемы. В семью, на работу, во все сферы твоей жизни просто придут проблемы, потому что ты не воспринимаешь и не берешь за это никакой ответственности. И если мы еще раз вернемся вот к этому месту Писания, с которого я начал, да, 19-я глава 2-я книга царств, да, вот что посоветовали царю Давиду, 7-й стих, и так встань, выйди, и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь и сел у ворот. Те ворота, где раньше там никого не было, те ворота, где одно время сидел кто? Авесолом, его не было там, он доверил другим людям эти двери восприятия своего. Он встал и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот, и пришел весь народ пред лицо царя. вы знаете, вот этот удивительный момент, когда царь возвращается к воротам, когда человек освобождается от разных стереотипов, от разных клише, к чистому восприятию. и не думайте, пожалуйста, что я сейчас говорю просто о какой-то психологии жизни, как важно жить вне стереотипов. Я сейчас говорю именно о духовных вещах, без которых невозможно настоящее богопознание. потому что когда человек не имеет восприятия жизни, личного чистого восприятия жизни, у него не может быть и духовного восприятия. Недаром и вот последнее место, которое я сегодня прочитаю, знаменитая третья глава книги Откровений двадцатый стих, где Господь Иисус Христос обращается, напоминаю вам, не вообще к людям, а именно к верующим, потому что эти стихи часто читают на евангелизациях, хотя это адресовано не людям вне веры, это именно адресовано людям в вере, верующим людям. И вот верующим людям Иисус говорит, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам». В современном переводе двадцатый стих так звучит, смотрите, очень интересно, вот у нас «се», а тут вот так вот, смотри, опять я стою у двери и стучу, если кто услышит мой голос и отворит дверь, то я войду в его дом и сяду есть вместе с ним, и он поест вместе со мной. когда у тебя очищено восприятие мира, восприятие жизни, у тебя будет чисто и восприятие Бога, потому что Иисус не врывается в жизнь, как некоторые думают, что вот мы тут такие сидим и вдруг вау, разрываются небеса, потолок улетают и Иисус с ангелами пробуждения дождались. Он стоит и стучит. Когда ты у ворот, у тебя есть возможность открыть. Когда там другие люди, любимые проповедники, любимые учителя. Поймите, у всего есть две стороны, и мы должны это понимать. Я не говорю о том, что не нужны проповедники, но если все твое познание Бога связано только с проповедями другими, у тебя нет личного восприятия, понимаете? Я вот недавно был на встрече с пасторами, мы уезжали, в Финляндии были, и там мы общались, и я обронил такую фразу, что я уже много лет в принципе про проповеди чужих практически не слушаю, и мне так один задал вопрос, говорит, Виктор, а почему? Очень сложно было объяснять, не потому, что там проповеди не нужны, я много слышал разных проповедников и проповедей, но вы знаете, тут есть большая опасность, если ты постоянно погружен в чужие проповеди, у тебя уходит личное восприятие, вот его нету, иногда интересно другие проповеди, но это не может для тебя превратиться, вот вроде бы мы критикуем у католиков там посредники, но у нас у протестантов тоже может быть посредники между нами и Богом, вот сидят там у ворот, мы их не называем там папами римскими, ну по-другому называем, но суть-то та же самая, и вот только через них мы воспринимаем духовный мир, Бога, и о, а тот проповедник сказал, о, а этот-то учит, о, и вот верующие ходят, и вот, о, о, если ты лично не переживаешь это, чего стоят все эти, о, есть огромное количество людей, которые просто хотят тебя впечатлить правдами и неправдами, в том числе в христианском мире, занять вот эти ключевые места и стать для тебя вот такими, а весоломами, но, дай Бог мудрости, дай Бог, что вот, я чувствую себя иногда вот таким, вот сейчас Иоавом, который пришел и говорит тебе, царь, иди к дверям восприятия, будь тем, кто лично воспринимает и жизнь, и мир, и Господа, Бога воспринимает во всей полноте, конечно же, мы прислушаемся, есть авторитетные мнения, есть авторитетные люди, это все хорошо, пусть это будет, я же не против этого, есть помазанные, благословенные пасторы, есть мудрые проповедники, слава Богу, но у тебя должно быть прежде всего личное восприятие, ты должен быть вот у этих ворот сам, непосредственно, лично, чтобы не пропустить вот этот момент, когда Иисус стучится во двери, чтобы ты открыл ему, потому что, когда тебя нет у ворот, помните, как в песне, песни, возлюбленный мой стучался, а я занята была, там не у ворот была, а потом побежала к дверям восприятия, а возлюбленный уже ушел, помните, точно так же вот у нас бывает, ай, похватился, а, а жизнь прошла, понял вдруг, ой, оказывается, надо, вот, что было, а там уже никого и нет, все стою у двери и стучу, учитесь воспринимать, учитесь осмыслять, имейте критическое мышление, воспринимайте вот эти вещи, очищайтесь от стереотипов, этот мир пытается забить вас клише, забить вас вещами, чтобы вы не думали, чтобы ты был таким рабом на работе, пахал там с утра до вечера, ну, как бы думал, что ты свободный человек, ну, там, как раз отработал ровно, чтобы прожить месяц, не больше, в принципе, а по вечерам всякие телешоу, всякие передачи, чтобы тебе просто ха-ха-ха-ха-ха-ха, ну, тоже не думать, ой, от того ушла жена, от этого ушла жена, а это-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, и кто чей муж, и только тест ДНК определит, и у всех берут тесты ДНК, и все спорят. И ты сидишь такой, ха-ха-ха-ха-ха-ха, лег спать и с утра опять на работу, до вечера, а вечером приходишь уже без сил, ну, рабов надо выжимать, приходишь такой, ой, и сил нет на книжку, ой, и сил нет на Библию, ой, и сил нет на молитву, есть только сил вот поесть и телек посмотреть, что там со 101-й женой нашего великого народного артиста произошло? Это же такая важная информация, как же ты жил раньше без этого? И ты вот сидишь вот в этих семьях, Воспринимаешь эти все вещи только через посредников. Хотите жить такой жизнью? Живите. Система, Вавилон только счастливы будут. Хотите? Переживание Бога, познание Бога, нужно самому идти к воротам восприятия. И как говорит пророк, стоя на башню, помните? Бодрствовать, чтобы внимать, что скажет Он во мне, что скажет Господь, пережив Его силу, славу и присутствие. И это и есть настоящая духовная жизнь, общение с Господом. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, Я благодарю Тебя за возможность, Господь, нам всем вместе читать Твое Слово. учиться вдумываться в суть Твоего Слова, чтобы слышать Твой голос, не просто проповедь Твой голос. Учи нас, Господи, быть внимательными. Учи нас, Боже, слышать, что скажешь Ты в нас, чтобы, имея уши, мы слышали. Имея глаза, мы видели. Имея сердце, мы воспринимали Бог. То, что Ты желаешь совершить в нашей жизни, когда Ты стоишь у двери и стучишь. Двери нашего личного восприятия, нашего внимания. Я молю, мой Бог, за людей, у которых возможно горе или боль, или навязанные стереотипы. Увели от этих ворот. Когда люди закрылись в своем маленьком мирке. Коснись, Дух Святой. Покажи, Господь, что мы призваны лично осмыслять, лично слышать, лично видеть и лично переживать Тебя, Господь. Слава Богу за апостолов, за пророков, за пасторов, за проповедников. Но я молю, мой Бог, чтобы мы могли лично переживать Тебя, очистив наше око. От всего, что затуманивает, от всего, что ослепляет наши глаза. Я молю, мой Бог, исцели нас, исцели наше внутреннее зрение, чтобы мы не были слепцами, ведущими других слепцов. Исцели, Господи, исцели, чтобы око не было худо, чтобы зрение не было плохо, чтобы мы не уходили, не прятались. От этого личного восприятия. Благослови, Иисус. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Аллелуя. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Аллелуя, Иисус. Сурролам андекей. Аллелуя. Хвала Тебе, Господь. Честь и слава. Благослови, Иисус. Аллелуя. Хвала Тебе, Господь. Аллелуя, Иисус. Сурролам андекей. Сурролам андекей. Аллелуя. 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 Сурролам андекей. Аллелуя, Иисус. Аллилуйя, аминь, 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 аминь. Я просто очень хотел бы, чтобы вы просто увидели у себя вот эту картину. Вот представьте себе вот эту картину, да, вот. Которую мы читали в Ветхом Завете, да, вот представьте себе, вот ворота Давида. Ворота Давида. Туда идут люди, к Давиду идут. Написано, они идут к Давиду, чтобы пообщаться с Давидом, поговорить с Давидом, да, рассказать что-то Давиду. А Давид спрятался там у ворот, а Бессалом встречает тех, кто идет к Давиду. Общается с ними, и так эти люди до Давида и не доходят. Так вот, драгоценное точно так же. Порой Бог посылает к нам какие-то благословения, откровения. Много чего посылает для нас, но нас у ворот нет. Там другие люди воспринимают то, что по идее идет к нам. И вот, когда Давид вернулся к этим воротам, воротам восприятия, встал, и люди уже пошли к нему. Люди пошли к нему. Так был разрешен конфликт, который много лет до этого длился. Разрешен. Точно так же и у вас. Пока вы не встанете и не пойдете, многие проблемы так и будут тянуться. Я знаю, что вам не хочется их касаться. Вам не хочется, вы даже, может быть, уже отвыкли, но это ваша жизнь. Бог хочет с вами иметь дело. Не через посредников, чем через кого-то. С вами лично. С вами был Игорь Негода.